всем привет рада вас видеть предлагаю вместе со мной шить детское платье уэнсдэй я буду шить для своей дочки будем в таком платье ходить в школу шить буду по готовые выкройки все ссылки на выкройку оставляю в описании под видео для такого платья подойдут натуральные ткани плательной важно чтобы ткань хорошо драпировалась подойдет например поплин лен вискоза гальяна я буду шить 146 размер выкройки есть размерная сетка для пошива мне потребовалось полтора метра ткани по выкройке идет одна деталь полочки со сгибом все отметки переносим на ткань дальнейшем одна деталь спинки со сгибом две детали рукава по низу идет плюс один сантиметр он нужен для кулиски и все отметки обязательно переносите они в дальнейшем очень будут полезны вот здесь сверху нужно будет присборить рукав две детали воротника со сгиба вот здесь идет сгиб и две детали юбки первый ярус и второй ярус они идут со сгибом то есть две части здесь сгиб и на втором ярусе тоже идет сгиб я буду шить из костюмной ткани ткань барби очень приятный нежно она хорошо драпируется как шелково очень приятная ткань к телу вот из нее я буду выкраивать ткань предварительно я постирала хорошо ее отутюжила то есть она готова у меня к раскрою из ткани я подготовила одну деталь полочки все отметки переносим одну деталь спинки со сгибом две детали рукава я себе здесь отметила полочка по две детали юбки она идет со сгибом и второй ярус юбки деталь воротника две части я выкраивала из сатина белого цвета воротник я сразу хочу продублировать укрепить чтобы он хорошо держал форму я сначала немного ее придавливаю утюгом затем срезаю лишнее и уже хорошо приутюживаю ткань я сложила лицом к лицу и по трем сторонам здесь нужно проложить строчку на машинке деталь воротника я дублировал с одной стороны уголки высекаю и нужно сделать разрезы по трем сторонам чтобы хорошо аккуратно все вывернулось выворачиваем утюжим и нужно сделать от строчку в самый край а вот этот внутренний срез остается открытым и примерно на 0 1 на 02 я прокладываю строчку к детали спинки прикладываю деталь полочки и сначала стачиваем плечевые швы с одной и со второй стороны затем уже будем стачивать боковые швы желательно сразу это все обметать у меня под рукой не было просто верлока я потом все разом обметаю лучше сразу это все делать вот так получается деталь верха и и пока откладываем сторону я беру деталь рукава и от отметок нужно проложить строчку ставлю на самую широкую шаг на самый широкий шаг и нужно присборить здесь можно просто иголкой наметать либо на машинке смотрите как будет удобно и затем боковой шов по рукаву стачиваем на ширину припуска припуски я добавляла 1 сантиметр теперь рукав нужно будет стачать в пройму с одной стороны я уже сделала теперь со второй стороны покажу на видео выворачиваю на лицевую сторону рукав и вкладываю вовнутрь то есть получится лицом к лицу сама деталь заготовки у меня сейчас лежит на изнанке совмещая боковые швы и отметки и затем поверху оставшиеся я равномерно разравниваю чтобы сборка была аккуратно разложена и прокладываем строчку на машинке лишние нитки все убираем они хорошо вытягиваются здесь потому что не ставили закрепок просто прямая строчка и она легко вытягивается затем нужно этот шов обметать строчкой зигзаг или на верлоке сейчас я хочу вывернуть посмотреть как у меня получается мне уже нравится как получается такие рукавчики фонарики интересные вот вверх у нас практически готов осталось поставить воротник пойдемте как раз таки будем заниматься воротником он у нас готов предварительно его заготовили красивые получается вверх нарядный приятная ткань такая и вот он воротник я определяю там где у меня будет лицевая сторона и прям по верху накладываем вот таким образом скалываю иголками деталь воротника у меня лежит лицом вверх и скалываем прям по верху таким образом ткани у меня слегка тянется поэтому я ее аккуратно разравниваю немножко так скажем при посаживаю что она прям у меня струящаяся легкая ткань просто прокладываем строчку по кругу на машинке вот так получается теперь вот этот срез я буду закрывать косой бейкой просто вовнутрь подогнется и будет все закрыто аккуратно вот таким образом все туда вовнутрь спрячется пойдемте готовить косую бейку из основной ткани наискосок я просто выкраиваю бейку шириной 4 сантиметра то есть этого будет достаточно я сделаю две части что у меня от остался небольшой такой лоскуток из него я соберу бейку и мне потребуется всего две таких части между собой я сшиваю и пойдемте на утюг сначала я ее заутюживаю пополам в общем готовим как обычную бейку и затем края вовнутрь она у нас уже заутюженная поэтому легко будет потом ее подворачивать и шить прикладываю к роднику лицом к лицу немножко выпускаю вот этот краешек спереди оставляем его потом будем сшивать и по кругу скалываем иголками начиная шить от начала воротника оставляю немножко примерно 5-7 миллиметров чтобы потом можно было соединить бейку то есть не прямо сначала воротника немножко оставляю место и нужно проложить прям строчка в строчку постараться прям строчка строчка что все было аккуратно и вот заканчивается бейка с другой стороны я также оставляю не доходя до конца воротника примерно 0507 миллиметра лишние припуски я подрезаю обязательно и бейка она потом будет вот так заворачиваться вовнутрь то есть вот этот припуск мы его огибаем это что заутюжили бейкой вовнутрь она хорошо все это спрячется и будет чистый край аккуратненько немножко это кропотливое место но нужно прям аккуратненько это все сделать ткани у меня очень скользящие так скажем струящиеся поэтому я буду только скалывать сметывать не буду иначе у меня все скажем вылезет поэтому я аккуратно скалываю мне так удобнее будет и по кругу хвостики я пока не трогаю ничего с ними не делаю вот они остаются потом я подробно покажу как я их закрываю их просто нужно будет сложить лицом к лицу его здесь прожить строчку хвостики срежется пойдемте за машинку и вот таким образом я разложила получается воротник и бейку немножко я здесь слегка подтягиваю как бы под вытаскиваю ткань чтобы не образовалась каких-то сборок аккуратно все разравниваю она здесь ткань хорошо ложится и то что предварительно я заутюжила бейку с ней легко работать швы внутри я уже обметала на верлоке то есть на этом этапе нужно все все в закрыть вот так получается бейка хорошо все закрыла аккуратно получается внутри здесь вот получается хорошо и остались вот эти вот хвостики сейчас я их разворачиваю и посмотрим как их нужно будет закрыть аккуратно воротник здесь хорошо лег все ровненько получилось мне нравится как получается выворачиваю наизнанку и лицом к лицу идет хвостики я их совмещаю здесь нужно хорошо просчитать подугадать чтобы не было ни больше ни меньше чтобы это было как цельная одна бейка и сейчас проложу строчку и посмотрю сначала если будет много либо мало то нужно будет немного переделать сейчас посмотрим ты разворачиваю и посмотрим по длине все меня устраивает то есть она ровно легла вот этот хвостик я срежу потом и беечка закроется проложу строчку вот здесь вот лишнее этого внутри подворачивается и просто прокладываем строчку здесь нужно быть очень внимательным потому что могут образовываться заломы защипы там очень медленно поворачивая практически вот под каждым углом ткань я здесь медленно так вот ткань просто разравниваю воротник готов хорошо получился то есть нет никаких сборок здесь ты тут все разравнивается и вот так выглядит деталь юбки я сложила лицом к лицу сначала по боковым швам верхний и нижний ярус и поверху вы здесь сделала сборку и затем нужно их будет совместить затем все сразу нужно будет обметать проложили строчку сбоку и нужно будет обметать деталь юбки я соединила она у меня на изначной стороне и я вовнутрь вкладываю деталь вверху она у меня вывернута была на лицевую сторону сначала я соединяю боковые швы с одной со второй стороны и уже равномерно я здесь разравниваю всю сборку чтобы хорошо все было вот так получается нужно все будет обметать на оверлоке а снизу я пойду сейчас на утюг и заутюжу на 3 сантиметра то есть я на низ добавляла 3 сантиметра вот так получается какой красивый воротник беленький такой симпатичный очень нарядно осталось обработать вниз рукава здесь я подгибаю на 2 сантиметра а низ на 3 сантиметра сейчас я работаю с рукавом я его заутюжил на 2 сантиметра то есть на один сантиметр он был по выкройке добавлен 1 сантиметр и я еще добавила при выкраивании вот эти два сантиметра я заутюжила и теперь образуется вот такая вот кулиска я немножко подгибаю ну примерно на 0 5 и прокладываю строчку в чистый край по кругу оставляя небольшое отверстие чтобы потом вставить резинку резинку я уже по факту посмотрю сколько мне нужно я сначала вставлю она у меня шириной 0 5 я ее вставляю я в последующим ее померил получилось где-то на сто сорок шесто размер около 20 сантиметров может быть чуть поменьше там вот так вот я вставляю разравниваю смотрю чтобы была сборка симпатичная хорошо присборено и свободный край потом эту отверстие буду зашивать низ платья я его заутюжила на 3 сантиметра и теперь у меня легко и аккуратно все ложится свободный край вот здесь я немножко так подгибаю на 0 5 и прокладываю строчку в край так получается затем ты все отутюжится гладится и будет аккуратно хорошо смотреться платье готово вот так она выглядит деталях воротник я прям в восторге мне очень понравилось рукавчики фонарики есть такая кулиска все закрыто получилось по низу проложили строчку и пойдемте мерить вот такое платье получается на модели пойдем в этом платье на 1 сентября дочка очень довольна ей понравилось спасибо что смотрите это видео делитесь своими работами как у вас получается делитесь своими идеями вдохновением шейте вместе со мной всем пока пока